В Крыму в день полиции детям дали посидеть в автозаке. Ай, прелесть какая, с измольства что ли уже приучают. В связи с чем у меня возникло встречное предложение, а может на день ФСБ 20 декабря детишек в каком-нибудь другом регионе в камеру на денёк определить? Ну а что, креативненько по-моему. Помните фильм такой был, «Назад в будущее» и там в одной из серий главный герой оказывается в прошлом, где видит своего дядю малышом, дядя впоследствии полжизни провёл в тюрьме, а сцена такая. Ребёнок стоит в детской кроватке, за решётку держится, привыкай, говорит Мартин, решётка будет тебя сопровождать всю жизнь, ладно, начинаем. Ослуги народа наши разродились новой потрясающей идеей, и они там всерьёз подумывают о том, чтобы пролоббировать тему, которую уже не первый год толкают ритуальщики о похоронном сборе. Пока с работающих граждан, но думаю, что и до неработающих дело тоже дойдёт, предполагается, что это будет чем-то вроде страхового полиса ОМС, только в данном случае речь идёт об обязательном страховании россиянина на случай смерти, чтобы человека похоронить могли по-человечески, если что. Это просто праздник какой-то. Ребят, во-первых, это не шутка, а во-вторых, ну мы же сами этих депутатов выбираем, голосуя на протяжении многих лет не умом, а сердцем, или вообще не ходя на выборы, в итоге получаем то, что получаем. Мне вот, знаете, иной раз кажется, что в нашей стране необходимо провести тотальное психиатрическое обследование всех, без исключения кандидатов в депутаты, в первую очередь. Но избирателей тоже надо проверить на это дело, потому что мне вот тут одну интересную статистику прислали коллеги из Свердловской области, за всю страну не скажу, цифр таких у меня нет, а вот по данному региону да, есть, так вот. Там в конце октября тамошний Минздрав провёл некое исследование и пришёл к выводу, что в психиатрической помощи в регионе нуждаются около 20 тысяч человек, в реальности же на учёте состоят только 2000 свердловчан, даже меньше. А это реальная журналистика, сегодня снова о добром и вечном. Поехали! Приглашаю вас на Ямал, который на днях оказался в центре скандала. Там, как выяснилось, губернатор прокакал, я бы жёстче сказал, если бы не в эфире. Так вот, тамошний губернатор прокакал 8 миллионов бюджетных рублей. Повторюсь, в прямом смысле речь идёт об унитазе, который прикупили для чиновника. Новая газета эту историю раскопала. Слушайте, вот и смех и грех. Мне, к слову, интересно. А унитаз тут осветили, застраховали, а надо бы. И вся эта прелесть происходит на фоне того, что больше половины населённых пунктов Ямала нуждаются в конкретной реконструкции. Там люди в деревянных времянках до сих пор живут. Вот, пожалуйста, жители Губкинского главу региона атакуют по этому поводу. Жители деревянного фонда неоднократно обращались к главе города Губкинский в отношении нарушения администрации города, чиновникам муниципальной власти, прав жителей города в отношении обеспечения благоприятных жилищных условий. Социальная напряжённость в городе растёт. А муниципальная власть откровенно бездействует в отношении решения жилищного вопроса. Я так и не понял, что я вам обещал начать... Обещали помочь в жилье. В жилье? Да. Да-да-да, я вот послушал, но денег, как известно, нет. Продолжаем держаться. А я вот, вы знаете, помню другого губернатора соседнего Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко, которого реально любили люди, потому что он не был... Я не помню, что я вам обещал. Он просто брал и делал. Как-то записывал с этим человеком интервью. Это было на стадионе, вокруг огромное количество людей. Знаете, что меня удивило тогда? Губернатор приехал на стадион без охраны. Я ещё спросил его, как так? А он показал мне на людей вокруг и ответил, вот моя охрана. К сожалению, сегодня он уже не губернатор. Сегодня другие господа регионами нашими рулят. А вот этот видеоролик мне прислали несколько сотен человек с вопросом, что я обо всём и там думаю. Не хотел вообще эту тему затрагивать, но люди упорно требуют ответа. Для начала посмотрите, о чём речь. Порочные сети. Высокопоставленные сотрудники высшей школы экономики оказались в центре громкого сексуального скандала. Противоестественные увлечения сочетаются в них с тягой подмять под себя российское образование и вести в школах уроки секс-воспитания. О громком разоблачении порочной стороны либерального лобби. Наш материал. Высшая школа разврата. В социальных сетях разгорается новый скандал, который может стоить карьеры многим чиновникам, ответственным за образование. Блогеры обращают внимание на то, что в интернет попала видеозапись пикантного содержания, на которой запечатлены противоестественные сексуальные утехи научного руководителя Института образования высшей школы экономики Исаака Фрумина со своим подчиненным, руководителем отдела маркетинга Института образования вышки Максимом Петровым. Частный случай половых пристрастий двух мужчин остался бы без внимания политической прессы, если бы не важные посты, которые они занимают. Фрумин является правой рукой Ярослава Кузьминова, ректора высшей школы экономики. Крайне любопытен тот факт, что Кузьминов, помимо руководства самым либеральным вузом России, еще и является мужем главы Центробанка Эльвиры Набиулиной. Я это могу охарактеризовать одним словом грязь. После такого всякое уважение пропадает к таким вот журналистам. Ну застукали мужа Набиулиной с мужиком в постели. И что? Это вообще его личное дело? Пусть они теперь в своей семье разбираются. Причем тут система образования страны? Как одно с другим вообще может быть связано? И зачем эту мерзость показывать на всю страну? У нас и так дураков хватает. Для чего их подначивать? Да еще проводя такие идиотские параллели. Ах он гомосексуалист. Чему он научит молодежь? Из чего сие следует-то? Откуда такая уверенность, что нетрадиционная сексуальная ориентация чиновника от образования перенесется в школы и вузы? Хотите, открою вам страшную тайну. Фаина Раневская была женщиной нетрадиционной сексуальной ориентации. Играла при этом в детских сказках. Это как-то отразилось на детях. Заслуженная баба-яга Советского Союза Георгий Милляр был гомосексуалистом. И да много еще кто. Знаете, вот недаром я вначале сказал про необходимость тотального обследования нашего населения у психиатров. Вот вам еще один аргумент в пользу сказанного. Перемещаемся на восток. Только-только в прошлой программе рассказал вам об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ. Как тут же прилетела новость из столицы Гурятии, Улан-Удэ. Почти 500 многоквартирных домов, около тысячи частных, 45 соцобъектов, школы, детские сады и так далее в одночасье остались без горячей и холодной воды, а кто-то еще и без отопления. Таким стал результат коммунальной аварии на коллекторе, которая порадовала горожан 10 ноября. Три дня устраняли ее последствия в некоторых районах дольше. В Улан-Удэ уже третий день устраняют последствия крупнейшей коммунальной аварии в истории города, которая оставила без воды и горячей, и холодной около 100 тысяч человек. Это четверть всех жителей. В некоторых домах отключено отопление, и это в условиях, когда ночью температура доходит до минус 15. В городе введен режим ЧС, закрыты более 20 детских садов и школ. Больницы и поликлиники продолжают работать. Жителям подвозят воду в цистернах, помогают военные. Известно, что авария произошла в коллекторе, который был построен более 40 лет назад. Специалисты уже проложили обводной трубопровод, сейчас его заканчивают подключать к общей системе. Вот мне хочется спросить, думаю, как и многим из вас, а с какого перепугу эти тарифы тогда постоянно повышаются? Куда вообще эти деньги уходят? На что тратятся? Коллектор тот 40 лет никто не ремонтировал. За что, повторюсь, собирали деньги? Знаете, хочу обратиться сейчас ко всем пострадавшим в той аварии. А вы подайте на управление ЖКХ города в суды вот все 100 тысяч человек. Да не просто подайте, а потребуйте денежную компенсацию, чтобы разорить к еды и не фени таким образом городскую казну и чтобы посадили потом кого-то из чинуш за головотяпство. По-настоящему посадили. А если вы разорите город, точно посадят. Возьмите и сделайте так. Может, тогда хоть борзометр у кого-то из чинуш зашкаливать перестанет. Ладно, закругляться пора. Это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее сверху. Вы найдете больше полезного и интересного для себя. Заходите, не стесняйтесь. Подписаться на канал не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже много интересного. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Всем привет. Приехала я, короче, такая в Колизе. Мне здесь очень нравится. Видите, здесь очень старое. Дом. Здесь остались вот одни кирпичи. Даже стекол в окнах не осталось. Древнеримских. Понятно, сколько лет. Прошло лет 30-40. А вот здесь, вот на площадочке, внизу бассейна, короче, там были бои. Дрались гладиолусы на мячах. Круглых. Вот. Я хочу фреш. Дрались гладиолусы Дрались гладиолусы